Жителям Приморского края предлагают увековечить память о сражавшихся в Великой Отечественной войне приморцах. Для этого нужно принять участие во всероссийском проекте «Дорога памяти». Дорога памяти – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны, которую жители страны, в частности Приморского края, здесь и сейчас создают своими руками. На основе полученных данных позже планируется возвести грандиозный памятник с именами и портретами всех перечисленных героев. Памятник расположится в военно-патриотическом парке отдыха и культуры «Патриот» Московской области. Для того, чтобы информация о погибшем в годы Великой Отечественной войны родственники появилась в единой базе, а позже и на памятнике, нужно заполнить соответствующую форму на сайте проекта. Потребуется внести минимальный набор данных – фамилию, имя и отчество героя, год или точную дату рождения, а также прикрепить его фотографию. Сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат или по почте, адрес которой вы видите на своих экранах, обязательно с пометкой в теме письма «Дорога памяти». Консультацию можно получить по следующим телефонам. Проект «Дорога памяти» приурочен к 75-летию Великой Победы и призван объединить соотечественников идеей об увековечении всех участников войны, сохранении исторического прошлого, развитии патриотизма, воинской славы России. Всего в рамках работы над базой данных планируется собрать почти 30 миллионов записей обо всех солдатах и офицерах, воевавших на стороне Красной Армии, уточнила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко. Напомним, 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. В Приморье запланировано множество мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы. Это патриотические акции, тематические классные часы, конкурсы и встречи ветеранов со школьниками, торжественные собрания, кинопоказы, экскурсии и выставочные проекты. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Денис Фадеев, Новости на Восьмом.